В Люберцах прошел очередной муниципальный форум «Управдом». Участники встречи обсудили ряд актуальных вопросов, среди которых содержание дорог городского округа и реализация программы «Мой подъезд». Также одной из тем стала организация мер пожарной безопасности в многоквартирных домах, в том числе высокой этажности. В этом году в Люберцах запланирован капитальный ремонт 38 дорог. По словам начальника управления дорожного хозяйства Егора Бунтина, работы начнутся в середине мая. А пока службы городского округа в усиленном режиме устраняют ямы, которые образовались на дорогах за прошедшую зиму. Управление дорожного хозяйства, развитие дорожной инфраструктуры также присутствует в социальных сетях. Если есть какие-то предложения, пожелания, либо обращения или жалобы, будьте добры, направляйте эти жалобы в социальные сети. Мое управление следит, оперативно передает по направлениям в организации для оперативной отработки. 1329 люберецких подъездов преобразятся в этом году в рамках губернаторской программы. Это 25% от общего количества входных групп в городском округе. На сегодняшний день работы на 107 объектах уже завершены. Большинство из них принадлежит управляющей компании ЛГЖТ. Как и прежде, в перечень работ входит ремонт или устройство козырька при его отсутствии и установка пандуса для маломобильных групп населения, а также покраска стены потолков, обновление почтовых ящиков и осветительных приборов. На УХАО 2018 года установка компании ПАО «Ростелеком» камер видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный регион» и онлайн-трансляции изображения правоохранительные органы. Для этого собственникам помещения и в МКД на общем собрании необходимо принять решение об установке камер видеонаблюдения. Однако управляющая компания имеет право приостановить ремонт подъездов по определенным адресам. Такая ситуация, например, сложилась в доме номер 29 по улице Побратимов. Почему в нашем доме отложили ремонт подъездов? Из-за людей, которые не платят коммунальные платежи? Догадки женщины оказались верными. Действительно, жители дома задолжали управляющей компанией более 2 миллионов рублей. Мы имеем возможность отсрочить ремонт места общего пользования при наличии долга. Это не наше, к сожалению, решение. Так прописано в тех же методических рекомендациях, которые спустились с Министерства ЖКХ, но в пределах одного календарного года. Также во время форума обсудили вопросы пожарной безопасности. По словам сотрудников МЧС, в многоквартирных домах городского округа пока не запланированы дополнительные проверки в связи с трагедией в Кемеровском торговом центре. Инспекторы надзорной деятельности в очередной раз напомнили руководителям управляющих компаний о правилах противопожарного режима. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова